Лига справедливости Зака Снайдера официально вышла на HBO Max, а это означает, что поклонники комиксов DC, ожидавшие большего от Лиги справедливости 2017 года, получили то, чего так давно ждали. Фильм раскрывает, что Келвин Свонбек из Человека из Стали все это время на самом деле был марсианским охотником, а также включает сцены, демонстрирующие историю происхождения киборга в исполнении Рэя Фишера. Вдобавок ко всему, ажиотаж фанатов по-прежнему был бы просто невероятным, даже если бы единственным изменением между двумя версиями было добавление суперзлодея DC Дарксайда. В театральной версии Дарксайд просто упоминается, но фильм Снайдера дает ему экранное время, которого он заслуживает. Мало того, что он появляется во флешбеке, когда в первый раз пытается покорить Землю, но ещё он общается со Степным Волком о том, что должно быть очень интересно всем, кто знаком с комиксами. В то время как Степной Волк выслеживает материнские кубы, он обнаруживает, что на планете есть мифическое уравнение антижизни, которое представляет особый интерес для Дарксайда. План Степного Волка терпит неудачу, но, столкнувшись лицом к лицу с Лигой Справедливости, Дарксайд дает понять, что он полон решимости лично отправиться на Землю, чтобы найти уравнение антижизни. Это, несомненно, было учтено в сюжете Лиги Справедливости 2, которую планировал снимать Снайдер. И теперь, даже при том, что вероятность продолжения минимальна, интересно порассуждать о том, каким мог бы быть этот фильм, и чтобы понять это, необходимо разобраться, что именно представляет собой уравнение антижизни в комиксах. Если вы думали, что вычисление худшее, что есть в математике, то вы ещё ничего не видели. Джек Кирби придумал концепцию уравнения антижизни в 1971 году. По сути, это математическая формула, которая доказывает тщетность существования, позволяя человеку, который знает её, подчинять существ своей воле. Тот, кто знает уравнения, чаще всего это Дарксайд, может создать армию солдат, которые подчиняются каждой его прихоти. Рассматривайте это как МакГаффин, по аналогии с Шестью камнями бесконечности из комиксов Marvel. Это то, чего хочет заполучить злодей, что позволит ему практически полностью властвовать над Вселенной. Как же выглядит эта формула? – Боже! Он... Он... Он уходит! Самое время взять ручку и листок. Уравнение антижизни выглядит следующим образом. Одиночество, плюс отчуждение, плюс страх, плюс отчаяние, плюс самооценка, деленное на насмешку, осуждение, непонимание, помноженное на вину, стыд, неудачу и осуждение. N равно Y, где Y – надежда, и N равно глупость, любовь равно ложь, жизнь равно смерть, личность равно темная сторона, я равно Дарксайд. – Что это значит? Веселая шутка, правда? Все, что нужно сделать Дарксайду, это сказать эту формулу человеку, и он попадет под его контроль, и злодей делал это несколько раз в различных сюжетных линиях комиксов. В серии комиксов Последний кризис Дарксайд и Новые Боги используют уравнения, чтобы поработить человечество и превратить Землю в новый апоколипс. Эта серия известна тем, что Бэтмен был убит с помощью омега-лучей злодея, которые можно мельком увидеть, когда Дарксайд использует их во время нападения на Атлантиду в Лиге справедливости Сака Снайдера. Совсем недавно формула использовалась как часть сюжетной линии комиксов Deceased, где Дарксайд использовал уравнения антижизни, чтобы превратить людей в зомби, поработив миллиарды через интернет. С учетом комиксов легко понять, как именно Снайдер планировал расширить эту отсылку в потенциальной Лиге справедливости 2. Теперь мы знаем, как в общих чертах выглядела бы запланированная Заком Снайдером серия фильмов Лига справедливости. По сути, в Лиге справедливости 2 герои сражались бы против Дарксайда и потерпели поражение, когда злодей получил бы контроль над уравнением антижизни, чтобы поработить Супермена и остальное человечество. Ровно как в Мстителях Война бесконечности вся надежда кажется потерянной. В Лиге справедливости 3 герои должны были принять последний бой против правителя Апоколипса, что в конечном итоге привело бы к смерти Бэтмена от рук Дарксайда. Учитывая этот план, становится ясно, что Снайдер не просто так добавил сцену кошмара в Бэтмене против Супермена и Лиге справедливости. Он предлагал свой взгляд на антиутопию, которая должна была наступить, когда Дарксайд стал бы править Землей, а также предлагал потенциальное спасение для героев с помощью Флэша, который путешествует во времени, чтобы предупредить Бэтмена, что Лоис Лейн – это ключ к победе. В планы Снайдера относительно сиквелов также входило убийство Дарксайдом Лоис Лейн, что, вероятно, сделало бы Супермена восприимчивым к влиянию уравнения антижизни. Это объясняет, почему он пытался убить Бэтмена в эпизодах кошмара, которые мы видели. Наконец, увидев фильм Снайдера, становится гораздо понятнее, насколько режиссёр планировал реализовать франшизу. Всё это могло бы стать одним из самых эпичных финалов из когда-либо представленных в фильмах о супергероях, что делает выпуск Лиги справедливости Зака Снайдера ещё более впечатляющим. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые комиксы, фильмы и сериалы DC, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!